Множество зданий в столице нуждаются в капитальном ремонте. Жители жалуются, что им приходится решать проблемы своими силами, ибо местные власти, по их словам, никак не реагируют. Сейсмологи же заявляют, что в случае подземных толчков больше всего могут пострадать исторические здания, реконструкция которых не проводилась годами. Преподаватель Виктор Зубчук живет в пятиэтажном доме на улице Василия Лупа, 25. По всей улице расположены десятки домов, возраст которых превышает 65 лет. Несмотря на это, городские власти не торопятся решать проблемы. По словам Виктора, трещины на доме появились более 10 лет назад, и за это время не было ни одного капитального ремонта. Я здесь живу 1963 года, я тут родился. Только не в этом доме, а в соседнем. Этот дом был самым первым на Буйканах. Он где-то 1958-1959 года постройки. Он был, наверное, единственный здесь. Тут когда-то хотели построить казармы, потом переделали, большие квартиры сделали. И он считался как совминовский дом. Тут жили работники министерства, министерские. И потом начали уже продавать квартиры, приватизировать, все, люди переехали. Так что дом очень старый. Полы практически тут деревянные, они не бетонные перекрытия. Конечно, мы уже столько лет, что он, скорее всего, точно в аварийном состоянии. Этим трещинам уже где-то больше 10 лет. Крышу сделали не так давно, где-то лет 5-7 назад отремонтировали. А эти трещины давно уже. Мы пообщались и с другими жителями Кишинева, многие из которых довольно скептически относятся к безопасности городских построек. По их словам, много проблемных домов расположены на Буйканах и в центре столицы. Ну, так ему много лет этому дому. Конечно, и весь этот микрорайончик, этот дом и дальше дом. Это все дома постройки прошлого века, 1953 года по документам. Так что считайте, это лет 70. Больших капитальных ремонтов не было. Такие маленькие были, каждый из самцев. Поэтому, естественно, проблема, я думаю, назрела. Сколько землетрясений пережили эти дома? В моей квартире, по-моему, до сих пор трещина с соседа. На Болгарской там есть дом, который требует либо его отремонтировать, либо снести его. Это Болгарская, вот выше притворы. Там угол. В какую инстанцию не пойдешь, там сразу. Либо не принимают, либо сразу уже ответ готов. Я уже целый год хожу по инстанциям, не могу ни одну проблему решить. Не знаю, если сегодня кто-то за что-то берется. Прогуливаясь по центральным улицам, стоит лишь приглядеться, чтобы увидеть десятки трещин в домах. Проблемные дома особо сильно выделяются на фоне новых построек. Одна из жительниц отметила, что в плачевном состоянии не только жилые дома, но и здания, представляющие историческую ценность. Конечно, это актуальная проблема. И очень жалко, когда дома, представляющие историческую ценность, разрушаются на наших глазах. Когда наш муниципалитет не может найти деньги для реставрации. Когда иностранцы приезжают и с одной стороны восторгаются городом, а с другой стороны ужасаются, как в центре страны может происходить такое безобразие. Ну, старый жилой фонд, конечно, он же разрушается. И когда мы платим квитанции, диссервириоблокулы, кажется, это называется, то, наверное, в эту сумму входит и то, что должно поддерживать жилые дома в нормальном состоянии. Но, к сожалению, этого нет. А крыши, которые текут, а трещины. А то, что некоторые дома, по-моему, уже в аварийном состоянии, но никто не обращает на это внимания, никто не помогает жителям решать проблему. Специалисты говорят, что в Кишиневе есть много старых зданий, остро нуждающихся в ремонте. Сюда входят и те, которые считаются историческими памятниками. Именно эти здания не просто пострадают в первую очередь при толчках от 6 баллов и выше, но и могут вовсе превратиться в груду камней. Если речь идет о многоэтажных зданиях, которые уже повреждены, то они в плачевном состоянии. При возможном сильном или даже умеренном землетрясении эти здания могут сильно пострадать. Что касается многоэтажек, которые находятся в хорошем состоянии, на них могут появиться трещины. Необходимо оценить и детально задокументировать все здания, но выполнить эти работы очень сложно. По словам сейсмологов, трагических последствий можно избежать. Однако до сих пор и кишиневские власти, и центральные игнорировали проблему. В последний раз оценка ущерба и анализ зданий, которые могут пострадать при землетрясениях, проводились 18 лет назад. За комментарием мы обратились в управление архитектуры Кишинева, но там нам объяснили, что ответственность за это несут другие учреждения. Мы обратились за комментарием к директору агентства по техническому надзору Иону Марару. На наши звонки он не ответил. На момент написания материала нам таки не предоставили данные о состоянии зданий в Кишиневе.